Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. Дон Хуан Матус Нагваль, он же Мишеля Беляр, и Дон Хенара, маг из партий Нагвалья Дона Хуана Матуса, были по классификации одной парадигмы магами третьего уровня, а по классификации другой парадигмы они прошли уровень магов третьего уровня и следующий уровень, уровень магов четвертого уровня, и дошли они до трансмутации. Поэтому они являлись магами очень высокого уровня. Это ответ на вопрос одного пользователя, который считает, что магам деньги не нужны. Но дело в том, что Дон Хуан Матус, он же Мишеля Беляр, был владельцем мануфактуры тканей. Мануфактура – это предприятие, где использовался ручной труд. То есть это фактически он был капиталистом или даже, можно сказать, плантатором. И, естественно, счет денег он знал хорошо, он был успешный бизнесмен Дон Хуан Матус, нагваль и бенефактор Карлоса Кастанеды, нагваля Карлоса Кастанеды. И в раннем возрасте, в ранней юности, он попал в руки нагвалья Дона Хулиана, своего бенефактора. И застал также Дона Элиаса, который являлся в свою очередь бенефактором Дона Хулиана. И жили они в огромном поместье, ну, то, что называется в Латинской Америке Асиэндой. И Дон Хулиан и другие маги научили Дона Хуана Матуса ведению бухгалтерии и управлению большим хозяйством, которое производило сельскохозяйственную продукцию. Поэтому Дон Хуан Матус был хорошо знаком с деньгами и умел обращаться с деньгами. И также он умел носить дорогие костюмы. Естественно, он их шил на заказ, значит, расплачивался деньгами. И деньги ему были нужны. Даже магам столь высокого уровня. Он даже учил женщин, которых хотел определить в партию нагваля Карлоса Кастанеты, как носить красивую дорогую одежду. И то, что человек не понимает этого или эту информацию не подчеркнул, это говорит о том, что человек прочитал только лишь первые три книги, где Карлос Кастанет привозил там сигареты или что-то еще. В Саморе он выглядел в таком затрапезном виде совершенно не соответствует действительности. В поздних книгах Карлоса Кастанетты там приводится масса примеров того, что Дон Хуан Матус, он же Мишель Абеляр, хорошо мог обращаться с капиталом, с деньгами. На этом, я думаю, что ответил на этот вопрос. До свидания, до новых встреч.